Жизнь 25-летней Карины Синельниковой необратимо изменилась 9 июня, когда ей позвонил командир воинской части, в которой служил ее муж. Он сообщил, что Александр Синельников погиб в бою в Северодонецке, Луганской области. Муж Карины был врачом и имел военный опыт, полученный на востоке Украины в 2014 году. Когда началось полномасштабное вторжение, его единственным желанием было вернуться на передовую и защищать страну. Синельников использовал все свои военные связи, чтобы записаться на военную службу. Произошло это 2 июня. Александр погиб через неделю. Был артиллерийский обстрел. Мой муж в этот момент помогал раненому. Ему ассистировал другой военный, а потом удар и все. Муж Катерины Корватко, Богдан, служил в армии последние 8 лет. Он погиб в бою за Лисичанск 20 июня. Детям очень тяжело. Мы постарались как можно мягче объяснить им, что произошло. Сначала они были в порядке, но потом спросили, нашего папы больше нет? Они начали задавать вопросы о том, умер ли их папа. Мы честно отвечаем им да, что мы теперь одни, нас осталось трое, что мы должны быть сильными. Сейчас Корватко сама солдат и выполняет одновременно обязанности военной и матери. Она полна решимости продолжать дело своего мужа. Карина Синельникова говорит, что каждый день проживает с болью. Она понимает, что теперь у нее другая жизнь, и она должна заботиться о дочери Софии, которой с рождения требуется лечение. Однажды Карина хочет набраться сил и рассказать девочке о героической жертве ее отца. Обе вдовы и их дети получают поддержку от благотворительного фонда «Дети героев», который занимается решением сложных проблем детей, потерявших одного или обоих родителей. В первую очередь мы оказываем экстренную помощь в том, что касается эвакуации, переселения материальных вопросов. Кроме того, мы помогаем с основными потребностями. И, что особенно важно, с психологической помощью. У нас есть и направление медицинской помощи. Война сломала жизнь многих женщин Украины, но, судя по всему, не их волю.